Так, и теперь у нас Фёдор Владимирович Моисеенко, стандарты терапии лкопозитивного немелкоклечного рака лёгкого, описание клинических случаев. Уважаемые коллеги, мне всегда волнительно в этой аудитории выступать, потому что здесь началась моя профессиональная карьера в онкологии и вообще я считаю, это мой альмаматор. Но я думаю, что это альмаматор для большого количества не только здесь присутствующих, а и тех, кто смотрит нас в интернете. Прежде чем я начну, мне хотелось сказать несколько слов в отношении того, о чём говорили предыдущие докладчики и гене-научники. Безусловно, вопрос циторедуктивных операций при опухолях лёгкого, в частности с наличием активирующих мутаций, это очень актуальный вопрос. А я хотел, чтобы меня лучше было видно. Это, безусловно, вопрос очень интересный, но здесь, к сожалению, проблема. И проблема заключается в том, что уровень таракальной хирургии в России очень сильно различается от центра к центру. И поэтому, безусловно, вопрос о возможности проведения подобных операций, он, конечно, должен рассматриваться только в высоко специализированных медицинских центрах в Санкт-Петербурге, например, в 62-й больнице, где заведуют отделением ученик Михаила Ивановича, ну или в Ронце, или в небольшом количестве других центров. Второе, что мне хотелось сказать в отношении молекулярной генетики, транслокация АЛК. И там получается очень интересная история, я, на самом деле, в одном месте только это увидел. Получается, что, когда происходит транслокация, то объединяются, как Евгений Иванович рассказывал, два участка различных генов. И здесь происходит удивительная история, что от АЛК этот фузионный ген, этот активирующий ген приобретает тирозин киназу, которая, собственно, и обеспечивает фосфорилирование нижеезжащих сигнальных каскадов и активацию, пролиферацию и прочее, что касается опухолевых клеток. Интересно, что от ЕМЛ этот ген получает спираль. И демеризация этого рецептора, которая обеспечивает активацию тирозин киназы, происходит просто за счет физического взаимодействия вот этих двух спиралей ЕМЛ-4. И чисто физически тирозин киназы сближаются, и таким образом это получается демеризация. То есть, ну вот это, мне кажется, очень интересно. И, значит, интересно, что, опять-таки, в отношении профиля пациентов. К нам приезжал в свое время профессор Стахель, и он рассказывал, что он принимал участие в первом исследовании, в первой фазе, это профайл 01.001, я о нем сегодня буду рассказывать. И там принимал участие его пациент, который был из высокопоставленных швейцарских дипломатов. И он был пожилой мужчина, правда, не гурильщик. И вот он до сих пор, вот он приезжал к нам в прошлом году, во всяком случае, до прошлого года он продолжал терапию первой линии. То есть, это та возможность, поиск вот этих пациентов с редкими молекулярными нарушениями, это та возможность, которая позволяет нам лечить пациентов, отдельных пациентов, но очень долго и значительно продлить им жизнь. Сегодня я буду рассказывать о стандартах терапии АЛК-позитивного немалкоклеточного рака лёгкого и скажу несколько слов на клиническом примере наши ощущения от этой терапии. То исследование, о котором уже рассказывал Евгений Наумович, это исследование первой фазы, исследование кризотенипа, который изначально позиционировался как метингибитор. Это было абсолютно заурядное исследование очередного таргетного препарата с предполагаемой эффективностью против опухолей, которые имеют амплификацию мет. При этом, селекция пациентов в этой исследовании, она проводилась на основании повышенного уровня активации этого сигнального каскада за счёт амплификации или гиперэкспрессии. Вы знаете, что смет – это большой вопрос на настоящий момент, что с считательной амплификацией, когда эта молекула играет роль для патогенеза опухоли, а когда нет. Когда она амплифицирована, когда она гиперэкспрессирована или в каких-то других ситуациях. Сейчас недавно показали, что там могут быть активирующие мутации, которые предполагают чувствительность и активацию именно этого сигнального каскада. Абсолютно стандартный дизайн этого исследования, несколько когорт, различные дозовые уровни. И здесь происходит то, о чём рассказывал Евгений Намович. Происходит одновременное выявление длительного эффекта на фоне медингибитора у пациента и выход статьи, в рамках которой показали, что транслокации ЕМЛ и ЛК-4 могут встречаться при немелкоклеточном раке лёгкого. По удивительному ощущению обстоятельств, этот пациент был довольно пожилым и он курил в течение 40 лет. Тем не менее, дальше мы с вами узнаем, что всё-таки чаще всего эти мутации встречаются у никогда не куривших пациентов. Здесь очень интересно, что, и мы несколько раз на самом деле уже сталкивались, это не уникальный случай, когда наука несколько отстаёт от клинической практики. И именно клинические наблюдения приводят к тому, что в последующем получают подтверждение с точки зрения науки и начинают использоваться в клинической практике. То же самое было с ингибиторами ИГФР. Наблюдение 9 случаев пациентов, которые ответили на эту терапию, привело к секвенированию всего гена ИГФР, выявлению активирующих мутаций и демонстрации прямой взаимосвязи между использованием тирозинкинадных ингибиторов этого рецептора и наличием активирующих мутаций. Затем большое количество пациентов было скринировано и всё-таки определена группа пациентов, у которых молекулярные нарушения АЛК встречаются чаще. Это более молодые пациенты. Посмотрите, средний возраст 52 года против 60 лет в группе пациентов, у которых нет молекулярных нарушений. И чаще, конечно, эти пациенты либо никогда не курили, либо курили в своей жизни совсем немного. Вот после выявления этого эффекта и после выявления транслокации АЛК у пациента, который хорошо ответил на терапию кризотенибом, исследование было расширено за счёт расширения когорты уже на оптимальном дозовом уровне. Надо сказать, что пациент, который получал терапию кризотенибом, у которого был выявлен эффект, и опухоль которого подверглась исследованию наличия транслокации АЛК, он получал лечение на неоптимальном дозовом уровне. После двух циклов он получал 300 мг два раза в сутки. После двух циклов у него было выявлено повышение трансаминаз третьей степени, и он прекратил участие в этом исследовании. И затем уже на втором, на возвращении на один дозовый уровень ниже, среди вот этих 9 пациентов оказался ещё один пациент с наличием транслокации АЛК. И он уже получал терапию, правда, со стабилизацией заболевания, но значительно дольше, в районе 8 месяцев. И затем исследование было расширено, расширено за счёт когорты пациентов, у которых целенаправленно выявлялись молекулярные нарушения именно АЛК. И уже на тот момент, когда это исследование разной ранней фазы, основной целью этого исследования является определение токсичности препаратов у данной категории пациентов. Уже тогда было понятно, что, в общем, кризотениб – это далеко не витамин, далеко не фунт изюма. Посмотрите на спектр тех побочных явлений, которые возникают на фоне терапии. Осложнения возникают практически у всех пациентов. Но при этом большинство из них, оно носит, во-первых, волнообразный характер, они появляются и исчезают самостоятельно, независимо от терапии. И большинство из них, то, что называется в английском языке «manageable», то есть мы можем с ними бороться, мы можем их купировать, и относительно небольшое количество пациентов прерывает терапию из-за нежелательных явлений. Одно из них довольно интересно – это оптические эффекты, которые возникают на фоне кризотениба. Посмотрите, накладывающиеся тени и следы ярких предметов при периферическом зрении в условиях низкой освещенности. Я нашел только одну работу, в которой описывается предположительный механизм возникновения этого вида токсичности. И он связан с тем, что, мы не знаем, это прямое действие кризотениба на АЛК, или это действие на МЕТ, или, может быть, на какие-то другие молекулы, но оказывается, что, во всяком случае, у мышей, на фоне кризотениба происходит изменение поляризации мембраны в сетчатке различных клеток, что приводит к тому, что они не так быстро могут адаптироваться к теневому зрению. Посмотрите на нежелательные явления третьей и четвертой степени. Большинство из них были связаны с… это были нитропинии. Тем не менее, на фоне, несмотря на то, что было выраженное нитропинии, выраженное снижение количества нитрофилов, на фоне терапии кризотенибом не выявлялись фибрильные нитропинии. Было выявлено повышение активности АЛТ, ну и другие нарушения. Интересно, что они возникали все на разном этапе лечения. Посмотрите, на первом этапе раньше всего возникали нарушения, которые связаны с желудочно-кишечным трактом. Это и тошнота, диарея, рвота, а значительно позднее появлялись уже периферические отеки, которые довольно долго могут пересестировать у этих пациентов. Посмотрите, это результаты исследования первой фазы с точки зрения уменьшения размеров опухоли. Это то, что мы уже привыкли видеть, однако на тот момент, когда это было впервые показано, это было действительно замечательно. Практически все столбики смотрят вниз, у большинства пациентов наблюдается уменьшение размеров опухоли, и у 61% сфиксирован объективный ответ, а контроль за заболеванием у 90% пациентов. И вот это исследование, мне обязательно хотелось обратить ваше внимание на него. Мне кажется, это поистине уникальное исследование повторить, которое, наверное, в будущем будет никогда нельзя. С учетом невысокой частоты молекулярных нарушений АЛК, естественно, проведение крупных исследований было ограничено просто количеством пациентов, которые выявляются с этим молекулярным нарушением. И тогда была предпринята очень интересная попытка. Попытка была предпринята в Азии, где часть, где был проведен скрининг, проспективный скрининг наличия молекулярных нарушений и ретроспективный скрининг. И у части пациентов, посмотрите, были выявлены нарушения АЛК еще до того, как появился препарат кризисниф, как они могли его получать. И, соответственно, для этих пациентов была оценена выживаемость, и было проведено сравнение выживаемости пациентов с наличием транслокации АЛК, которые не получали кризисниф, с теми пациентами, которые получали кризисниф, уже проспективно в рамках одного из исследований. И посмотрите, однолетняя выживаемость 70% среди тех, кто получал кризисниф, 44% среди тех, кто не получал. 55% двухлетняя выживаемость среди тех, кто получал кризисниф с наличием транслокации АЛК, и только 12% среди тех, кто не получал. И это, в общем-то, абсолютно соответствует тому, что мы наблюдаем среди пациентов с диссиминированными опухолями легкого. До первого года заживает чаще всего в районе 50%, а дальше, к сожалению, большинство пациентов погибает довольно быстро. Было инициировано следующее исследование, профайл 1005, в рамках которого все пациенты, независимо от линии лечения, независимо от состояния ЭКОК, независимо от наличия поражения головного мозга, получали терапию кризиснифом. То же самое эффект, посмотрите, большинство сологов смотрит вниз, большинство пациентов уменьшение размеров опухоли, и показано, что медиана времени эффекта на фоне этой терапии 8,1 месяцев, а частота объективных ответов в районе 60%. При этом интересно, что частота исследований 1005 и 1001, они были приблизительно одинаковыми, 61,60%. То же самое касается времени до прогрессирования. Это очень важно. Это очень важно, потому что чаще всего в ранних исследованиях мы видим какие-то выдающиеся результаты. Нет, Евгений Владимирович, я бы сказал, драматически. То есть, те результаты, которые потом, к сожалению, чаще всего не повторяются. Длительность эффекта кризотениба, она практически одинакова, независимо от линии проведения терапии. И вот здесь вот очень интересный момент, с которым я столкнулся, когда готовился к сегодняшнему выступлению. Вопрос, почему было сначала инициировано исследование кризотениба во второй линии лечения. Почему сначала его проводили исследование такого эффективного препарата у пациентов, которые уже получили терапию препаратами платины. И я нашел очень интересный ответ. Оказалось, что когда все это инициировалось, на самом деле инфраструктура в принципе в мире, в том числе в развитых странах, в Европе, в Америке, в азиатских странах, она была не готова к тому, чтобы каким-то образом проспективно определять эти транслокации и, соответственно, включать пациентов, которые не получали еще никакой терапии. Поэтому было сначала инициировано исследование во второй линии, группа сравнения, приметриксет и дотстаксет. Это два стандарта статика, которые используются у пациентов, у которых зарегистрировано прогрессирование на фоне препаратов платины. Группы довольно хорошо сбалансированы, потому что это крупное исследование, спонсированное фармацевтической компанией. Посмотрите, чуть больше женщин, большинство пациентов никогда не курили, и значительные части пациентов на момент начала лечения присутствуют изменения в головном мозге. Тот же самый профиль токсичности практически у всех пациентов, нарушение зрения, токсичность, связанная с желудочно-кишечным трактом, при этом наиболее частым вариантом токсичности третьей степени является повышение трансаминад. И поэтому в дальнейшем в форму, регистрационную форму, вот ей, была включена возможность снижения дозы с 250 мг два раза в день на 200 мг, с целью снижения токсичности у пациентов, у которых зарегистрировано нежелательное явление третьей степени, а именно повышение трансаминад. При этом интересно, что фактически частота нитропини была сравнима с таковой на фоне химиотерапии. При этом я еще раз повторю, в случае кризотениба фибрильных нитропини, то есть наслоение распалительных явлений на фоне снижения количества нитрофилов зарегистрировано не было, то есть это осложнение было относительно безопасным для пациента. Это результаты этого исследования. Довольно ожидаемо оказалось, что время до прогрессирования на фоне терапии кризотенибом, оно выше, чем на фоне химиотерапии. Причем мы про все это довольно значимы, в том числе и с клинической точки зрения. 7,7 против 3 месяцев. Но было сделано еще очень интересное наблюдение. Оказалось, и объяснений на самом деле этому на настоящий момент однозначных нет. Но оказалось, что в группе пациентов с наличием транслокации АЛК по каким-то причинам пиметриксед значительно более эффективен во второй линии лечения, чем доцитоксел. Причем это касается как времени до прогрессирования, 4,2 месяца против 2,6 на фоне доцитоксела, так и с точки зрения частотеобъективных ответов. 29% ответов во второй линии лечения на фоне монотерапии пиметрикседом. Пиметрикседом это довольно круто, с учетом того, что 35% это комбинация с платины в первой линии лечения у всех пациентов с железными формами опухоли, если брать первую линию лекарственной терапии. Естественно, что у большинства, с учетом тех показателей, которые были показаны, практически у всех пациентов преимущество достигалось, независимо от сертификационных факторов. Интересно, что не было показано на этом этапе увеличение общей выживаемости пациентов. Но объяснение этому довольно простое. 112 пациентов из 174, которые во второй линии были рандомизированы в группу цитостатической терапии, они затем после прогрессирования на фоне цитостатической терапии получали терапию кризотенибом. И посмотрите на показатели общей выживаемости 20 и 22,8 месяцев. Это то, что мы должны сейчас видеть у пациентов с наличием активирующих мутаций. У пациентов с наличием активирующих мутаций GFR, ALK, CROS1, RET и так далее. Это то, что позволяет нам, что мы можем достичь при использовании относительно современных, уже совсем не новых препаратов. Безусловно, качество жизни пациентов на фоне терапии, оно было в пользу кризотениба. Однако здесь есть вопрос. Может быть это было связано с тем, что качество жизни оценивалось в период, когда проводилась химиотерапия. Безусловно, сидеть дома и принимать таблетку утром и вечером значительно легче, чем получать системную терапию. Однако, я думаю, что эти показатели, они несколько бы изменились с динамикой наблюдения. Когда человек приходит, у него выявляют диагноз злокачественные опухоли, ему говорят, у вас рак лёгкого. Он тут же смотрит, понимает, что ему осталось жить год. И потом он проходит молекулярное тестирование, 5 дней он очень сильно волнуется. И потом он приходит и ему говорят, ну вы знаете, у вас есть молекулярное нарушение, вот вам таблеточки, вы будете их принимать как минимум в течение 8 месяцев, а может быть и дольше, может быть до 8 лет, как отдельный наш пациент. Пациент первые 2 месяца очень сильно радуется тому, что с ним происходит, потому что он ожидал химиотерапию, он ожидал тошноты, рвоты. Он волновался по поводу этого. Он начинает принимать таблетки, у него есть какие-то изменения зрения, у него есть небольшая диарея, у него снижаются лейкоциты, на которые он не обращает внимания, и он продолжает приём. И какое-то время он радуется ответу, а затем он привыкает. И на этом этапе именно он начинает обращать внимание на те нежелательные явления, которые возникают. И здесь мы возвращаемся к тому, что мы говорили до этого, что нежелательные явления на фоне кризис, ибо, к сожалению, присутствуют. Безусловной проблемой при немелкоклеточном раке лёгкого является метастатическое поражение головного мозга. У 1-5 пациентов метастатическое поражение головного мозга появляется на момент установки диагноза. При этом оказывается, что на фоне у пациентов с наличием мутации АЛК и транслокации АЛК и GFR мутации встречаются ещё немножко чаще. А если взять отдельно группу с наличием транслокации АЛК, отдельно группу пациентов, которые получают терапию ингибиторами АЛК, показатели эти значительно выше. И посмотрите на эти поистине интересные результаты. И здесь мне хотелось сказать, что, безусловно, кризотениб в своём развитии, он, конечно, пошёл по стопам тех исследований, которые были проведены уже для ингибиторов и GFR. То есть, это была, пускай, проторенная дорога, и, соответственно, была возможность исследовать эффективность этих препаратов у пациентов с наличием метастатического поражения головного мозга. Но они стратифицировались. В одной группе были те, которые получали до этого лечения по поводу метастазов в головном мозге, чаще всего это лучевая терапия, тот или иной её вид, либо локальная радиохирургическая методика, либо тотальное облучение головного мозга. А в другой группе были пациенты, у которых подобное лечение не проводилось. И на настоящий момент это вопрос, нужно ли пациенту, даже с симптомными метастазами в головной мозг, с наличием той или иной активирующей мутации, проводить лучевую терапию. Наверное, в отношении кризотенибов всё-таки ответ будет «да». Потому что, посмотрите, оказалось, что частота ответов на фоне этой терапии у пациентов, которые получали раньше терапию, она значительно выше, чем у пациентов, которые не получали лечение по поводу метастазического поражения головного мозга. Одним из объяснений, возможных этому, является то, что лучевая терапия в той или иной форме, она разрушает гематоэнцефалический барьер. И концентрация препаратов в цереброспинальной жидкости повышается. Другое дело, что происходит это не в разы. То есть, если с интактным гематоэнцефалическим барьером, различие в концентрации приблизительно в 100 раз. Посмотрите, у всех пациентов, которым раньше проводилась терапия метастаза в головной мозг, то или иное увеличение. И далеко не у всех пациентов, у которых метастазы выявлялись до начала терапии. Интересно, что это фактически не наличие метастазического поражения головного мозга, фактически не отражается на общей выживаемости пациентов. При этом, опять-таки, худшими показателями выживаемости обладают пациенты, у которых были метастазы в головной мозге, которые не подвергались лечению 8,3 месяца. При этом пациентов, у которых лечение проводилось 13,5 месяцев. И, безусловно, роль, значение поражения головного мозга при терапии ингибиторами ЛК, оно сохраняется на протяжении всего лечения. 70% пациентов, которые получают терапию ингибиторами ЛК, прогрессирование у них происходит за счёт появления изменений в головном мозге. То есть, это проблема. И уже на этом этапе, как я уже говорил, те парадигмы, которые были исследованы и изучены при EGFR позитивном немелкоклеточном раке лёгкого, они были исследованы и при АЛК позитивном. Посмотрите, чёрные столбики горизонтальные, да, не знаю, как они называют, полосочки, да, чёрные полосочки – это время лечения до появления отдельных очагов. Затем проведение локального лечения, чаще всего это гамма-нож, и затем лечение дальше. Посмотрите, у одного из пациентов дважды проводилась локальная терапия изменений в головном мозге, всё это время он продолжал терапию ингибитором ЛК. Это то, что мы должны уже сейчас использовать в клинической практике, и это имеет отношение не только к системным изменениям. То, что я спрашиваю у Евгения Владимировича, мы уже сейчас в случае олигопрогрессирования, в случае появления отдельных очагов, можем воздействовать на них либо хирургически, либо к лучевой терапии. И это позволит использовать ту же терапию, которую мы уже используем дальше у этих пациентов, и таким образом отложить для них проведение системной противоопухолевой терапии. Безусловно, это прогностический маркёр. То есть, если у пациента прогрессирование не ассоциируется с ухудшением общего состояния, с бурным ростом большого количества очагов, которые, естественно, не облучить и не удалить, это прогностическая, более благоприятная группа пациентов. Посмотрите, они живут дольше. Но из-за чего они живут дольше? Из-за того, что у них более прогностически благоприятный опухоль или из-за того, что они получали кризотениб? На настоящий момент это неизвестно, но предположительно играет роль и то, и другое. Посмотрите, здесь уже вот эта группа, которая не продолжала терапию кризотенибом, разделена на две. Первая – это те пациенты, которым не удалось получить вторую линию терапии. А здесь – это пациенты, которые получали химиотерапию. Всё равно они живут, к сожалению, меньше, чем те пациенты, которым была продолжена таргетная терапия во второй линии. В смысле, просто прогрессирование заболевания. Безусловно, целью всего является адекватный алгоритм терапии пациентов с наличием транслокации АЛК. Для этого было проведено исследование в первой линии лечения сравнение со стандартной, наиболее эффективной схемой на настоящий момент при железистой формах немелкоклеточного рака лёгкого с химиотерапией цисплотин и пиметриксет или карбоплотин и пиметриксет. И вот результаты, очевидно, и вполне ожидаемо оказалось, что с точки зрения времени до прогрессирования опухоли таргетная терапия лучше, чем химиотерапия. То же самое касается показателей общей выживаемости. И здесь, на этом этапе, мне хотелось вернуться к важному моменту, к важному тактическому моменту. Об этом мы часто говорим, когда рассказываем про ингибиторы и GFR. Но оказывается, такая же ситуация зарегистрирована и для терапии ингибиторами АЛК. Мы проводим первую линию, у пациента зафиксировано прогрессирование, вы, к сожалению, по каким-то причинам не можете провести локальное лечение, чтобы продолжить ещё терапию ингибиторами АЛК. И вы думаете о том, что ему целесообразно перевести на цитратоксическую терапию. Это пример пациента с АЛК-позитивной опухолью в течение определённого, по-моему, 10 месяцев он получал терапию ингибиторами АЛК с хорошим эффектом. Но затем опухоль начала увеличиваться, и вот посмотрите, это через месяц после регистрации первичного, точнее вот это вот первичная регистрация увеличения, это через месяц после ему продолжили терапию кризотенибом, но опухоль всё равно продолжала увеличиваться. И в этот момент ему прекратили терапию кризотенибом и предложили участие в исследовании как раз-таки ингибитора и GFR и метаингибитора. И пациент согласился принять участие, там был определённый, требовалось время для того, чтобы вошёл, для того, чтобы препарат ушёл из плазмы. Через две недели было выполнено повторное исследование, и посмотрите, уже значительный рост опухоли. А ещё через неделю состояние пациента резко ухудшилось, у него появилось кровохаркание, слабость, и фактически через два дня он умер. Но вот это вот последнее исследование, посмотрите, вспышка опухоли, возможно, это произошло из-за экспансии ЛК-позитивного уклона, который не был удалён с помощью таргетной терапии. Отсюда вывод. Если вы решили переходить на вторую линию лечения, если вы хотите использовать у пациента химиотерапию или другой какой-то метод лечения, наверное, нужно использовать все возможности для того, чтобы продолжать таргетную терапию непосредственно до начала, даже если она не сопровождается, по вашим данным, с выраженным эффектом. Просто для того, чтобы избежать симптомов вспышки, которые связаны с экспансией клона чувствительного ранее к действию препарата. И это уже наш пример. Больная, 70 лет, у неё была выведена опухоль лёгкого, Евгений Владимирович успешно выполнил в рамках этого центра биопсию опухоли и химиоперфузию. И затем, посмотрите, 19 месяцев до настоящего момента пациентка продолжает терапию гризотенибом с эффектом её относительно ничего не беспокоит. Это другой пример совместного мультидисциплинарного использования. Мы лечили этого пациента совместно с Никитой Евгеньевичем, который работает в этом учреждении. Больной изначально пришёл ко мне, мы выполнили ему, естественно, потому что у него была аденокарцинома, мы выполнили исследование молекулярно-генетических нарушений, не выявили и GFR, но выявили транслокацию АЛК, у него были изменения в лёгких, изменения в костях и изменения в печени. Он получал кризотениб в рамках клинического исследования. Через 2 месяца, через 4 месяца, вы видите, у первичного опухоль уменьшается, метастазы в печени относительно стабильны. Через 6 месяцев у пациента зарегистрировано прогрессирование заболевания за счёт некоторого увеличения очагов в печени и появления новых очагов в костях. И на этом этапе мы, помня о том, что, наверное, пиметриксет более эффективен у пациентов с наличием транслокации АЛК, с выраженной экспрессией ТТФ1, начинаем этому пациенту терапию второй линии пиметриксет плюс цисплатин. И вот, посмотрите, эффект после 4 циклов. Выраженнейшее прогрессирование, тотальное поражение позвоночника. К сожалению, один из позвонков сломался, и мы пытались выполнить этому пациенту локальное лечение, пытались укрепить ему позвонок с деструкцией, но, к сожалению, не успели. Состояние пациента быстро ухудшалось, его, к сожалению, не могли взять в операционную. Это пример того, насколько мы нуждаемся в новых вариантах лечения для пациентов, которые прогрессируют на фоне первой линии терапии. И такие возможности уже есть. Есть несколько препаратов, в частности, серетиниб и алектиниб. Они довольно эффективны у пациентов, у которых зарегистрировано прогрессирование на фоне терапии ингибиторами АЛК, например, кризотенибом. И они точно так же эффективны у пациентов, которые не получали терапию кризотенибом. Посмотрите, для пациентов, которые не получали терапию, не достигнута общая выживаемость, а время до прогрессирования 18,4 месяца. При этом интересно, что сейчас идёт исследование третьей фазы для того, чтобы зарегистрировать серетиниб в первой линии лечения. И здесь опять-таки очень интересный вопрос. То, что мы видели для кризотениба, а именно время до прогрессивного 10,5 месяцев, это был показатель, который был лучше в сравнении с 4-6 циклами химиотерапии. В данном случае, посмотрите, будет использоваться поддержка приметриксетом, что даст ещё пару месяцев. И будет ли в этой ситуации выявлена достоверная разница в первой линии, это большой интерес, и мы с нетерпением ждём этих результатов. Второй препарат – это аллектиниб. Он точно так же эффективен при резистентности, но, что интересно, он крайне эффективен у пациентов с изменениями в головной мозге. 100% частота контроля изменений в головном мозге, а медиана этого эффекта 11,1 месяцев. То есть, это, безусловно, хорошие достижения, и мы ждём тех возможностей, чтобы использовать эти препараты у этих пациентов. Почему так происходит? Потому что эти препараты второго поколения ингибитора ЛК, они изначально создавались для того, чтобы уже блокировать мутацию резистентности. Их несколько, но в том числе они активны и при других молекулярных нарушениях. И мне хотелось обратить здесь ваше внимание на препарат бригатиниб. Я знаю о нём только теоретически, но это одновременный ингибитор АЛК, РОС-1 и ИГФР. Посмотрите, он эффективен против всех механизмов резистентности. И что интересно, он эффективен против резистентности, которая возникает за счёт активации сигнального каскада ИГФР. И здесь мне хотелось несколько слов сказать, вернуться к тому, что уже сейчас проходит исследование, в рамках которого показано, что амплификация МЕД может выявляться в качестве механизма резистентности на фоне ингибиторов ИГФР третьего поколения. Это самые современные препараты. То есть, вполне ожидаемо в ближайшем будущем мы увидим с вами комбинации препаратов третьего поколения ингибиторов ИГФР и кризотениба, которые воздействуют на МЕД. На самом деле, терапия АЛК мне нравится значительно больше терапии ИГФР, потому что здесь с самого начала рассматривалась последовательность. И именно целью лечения было удлинение общей выживаемости, а не регистрация препаратов первой линии. Посмотрите, это механизмы резистентности, которые возникают на фоне кризотениба и серетениба. К чему это приводит? К тому, что мы уже сейчас можем использовать определённую последовательность препаратов и именно таким образом увеличивать общую выживаемость пациента. Последний слайд. И на нём мне на самом деле хотелось показать вам открытие, к которому я, в общем-то, стремился и ожидал его в течение, с тех пор, как я оказался связан волею судеб с Евгением Наумичем, и мы начали изучение пациентов с наличием активирующих мутаций. Я не понимаю, как может так получиться, что две опухоли, одна просто аденокарцинома, вторая аденокарцинома с наличием активирующей мутации, будь то ЭГФР или транслокация АЛК, как они могут выглядеть одинаково? Я этого не могу понять. Мы говорим про вот эти вот там Ханнахан и Вайндер, 2011 год, СЭЛ, там 11 признаков рака. В одном случае они связаны с огромным количеством молекулярных нарушений, в другом с активацией одного сигнального каскада. И, тем не менее, всегда мы говорим о том, что эти опухоли выглядят одинаково и нам нужно выполнение молекулярно-генетического тестирования. Посмотрите, это очень интересная с моей точки зрения работа. Она дала мне то, о чём я действительно думал давным-давно. Посмотрите, это корреляция между наличием молекулярных нарушений и клиникоморфологическими характеристиками опухоли. И достоверно показано, что, оказывается, опухоли, которые ассоциированы с мутациями ЭГФР, они точно так же немного чаще. Это не абсолютный показатель. И он, безусловно, не исключает проведение молекулярного тестирования. Они чаще связаны с втяжением плевры, а также наличием пузырьков в опухоли, воздуха в опухоли, который называется бронхограммой. В то же время опухоли, которые ассоциируются с транслокацией АЛК, они чаще связаны с отелектазом, чаще связаны с наличием плеврита. Там ещё были исследованы опухоли с наличием мутации КРАС. И они характеризуются более круглыми узелками с чёткими контурами и с наличием очагов в контролитеральном лёгком мелком. На этом позвольте закончить. Спасибо. Фёдор Владимирович, не рассматривался вопрос, чтобы перенести опыт лечения мелкоклеточного рака лёгкого и делать профилактическое облучение головного мозга. Делается же так иногда. Я, честно говоря, про такие исследования не слышал. В отношении АЛК, позитивного опухоли, там предлагается менее радикальный шаг, а именно просто скрининг всех пациентов на наличием метастатического поражения головного мозга до лечения. И в случае, если выявляются очаги, тогда уже проведение лучевой терапии. То есть сначала скрининг, но не профилактическое. В отношении всё-таки тотального облучения головного мозга, мне кажется, что здесь мы не совсем можем транслировать вот эти результаты с мелкоклеточного рака лёгкого на немелкоклеточный. Потому что, безусловно, выживаемость несколько лет для пациентов, которые мы достигаем на фоне таргетной терапии, я боюсь, что она приведёт к тому, что будет выходить на первый план неврологические осложнения этой процедуры. И у нас есть один пример, я показывал его, когда говорил про ИЖФР-ингибитор. Это знакомая Никита Волкова, он тоже учился в этих стенах. И пациентка, мы 1-3 месяцев лечили её гефитинибом, у неё были хорошие все грудные клетки. И затем у неё были выявлены изменения в головном мозге, там большое количество мелких очагов. И мы провели тотальное облучение головного мозга. И думая о том, что ну окей, сейчас мы их застабилизируем, и бабулечка будет дальше жить спокойно. В итоге бабулечка в течение 2 месяцев погибла. Погибла она от ухудшения неврологической симптоматики, при том, что очаги в головном мозге были стабильны. Это говорит нам о том, что всё-таки такое агрессивное воздействие на мозг, наверное, мы не до конца можем и не всегда можем предсказать его последствия.